всем привет меня зовут алена и как я говорила в прошлом видео сегодня мы тоже будем продолжать делать весенний пасхальный декор сегодня мы сделаем с вами еще одну композицию композицию на стол из березовых веток поэтому если вам интересно оставайтесь со мной ну а если вы хотите поддержать меня и мой канал подписывайтесь на мой boost it ну а также подписывайтесь на мой телеграм-канал где я показываю все что происходит в моей повседневной творческой жизни жду вас там но теперь мы с вами приступаем для сегодняшней работы мне понадобится ветку нас упала во время шторма береза поэтому я набрала себе небольшое количество веточки могут быть совершенно разного дерева и я начала пилить конечно же очень плохая идея пилить свежие ветки пилкой по металлу поэтому выбирайте конечно же пилку по дереву если на вас есть у меня ничего из этого нет но с горем пополам я конечно же напилила нужные мне заготовки по длине они вас тоже могут быть совершенно разные смотрите в зависимости от того какого размера вы хотите сделать свою композицию сами веточки также я слегка почистила чтобы убрать весь мусор теперь свои полки я буду соединять между собой складываю в небольшую так сказать подставку и затем буду соединять между собой я решила соединять на стяжке потому что во первых мои заготовки еще влажные и с помощью стяжек держаться это будет намного надежнее потому что термо клей все равно сейчас хорошо это держать не будет очень сильно стягиваю ну и и и и И основа готова. Теперь сверху буду добавлять все оставшиеся материалы. Приклеивать я все буду на термоклей, добавляю кролика, ну а также елочки. Я вам уже говорила в одном из прошлых видео, что у меня на данный момент будет три композиции, которые сочетаются между собой по материалам, только в разных цветах. Будет, так сказать, небольшая коллекция. Ну и еще, если вам не подходят кролики, используйте совершенно любые фигурки. Конечно же, можете их не использовать, а просто сделать цветочную композицию. Также я добавляю еще и пенопластовые яйца. Формирую композицию таким образом, как мне в принципе нравится, не смотрю ни на какие правила. Также сверху я еще приклеиваю мох. Это мох для орхидей. В работах смотрится очень красиво. Ну таким образом постепенно я добавляю все цветы и ягодки. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И на этом все. Моя композиция, которая будет украшать стол, готова. Стяжек не видно, они не бросаются в глаза, потому что сливаются с деревянными палочками. Ну и выглядит, мне кажется, это все очень мило. Декор сверху можно выбрать совершенно любой. Ну на этом все, у меня получилась вот такая композиция. Знаете, ветки можно использовать совершенно любые. Я бы, наверное, даже использовала какой-нибудь березовый веник для того, чтобы сделать основы. И думаю, выглядело бы это очень красиво. Ну а на этом все. Увидимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok